Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим сейчас разговор о послании апостола Павла к римлянам и обратимся ко второй главе. Вторая глава на самом деле вытекает из первой и связанной с ней самым непосредственным образом. Иногда даже жалко, что мы читаем этот текст разделенным на главы, хотя, конечно, без такого разделения было бы гораздо менее удобно. Тем не менее, в первой главе, в конце ее апостол Павел начинает разговор о том, что с его точки зрения такое язычество, откуда вообще оно берется и в чем здесь смысл. И он говорит о том, что на самом деле любой человек может, по крайней мере, что-то о величии Божьем понять. Невидимые его вечные силы и божество его через рассматривание творений видимо. Говорит в первой главе апостол Павел. Дальше он говорит о том, что если ты не благодаришь Бога, если ты отказываешься его прославить, то в конце концов твой превратный ум становится превратным. Ты либо благодаришь Бога, и тогда в этом правда, и ум прямой, либо ты его отказываешься благодарить, тогда это все извращает превратный ум. И начинается человеческая жизнь, там постыдные страсти и целый список разных непотребств, которым Павел заканчивает первую главу. Вот он говорит, вот в чем язычество, потому что люди, понимая что-то о Боге, отказываются его благодарить и таким образом перестают его видеть вообще, хотя делают то, что сами понимают достойно смерти. И вот он говорит уже здесь, во второй главе, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, потому что а что ты сам делаешь? Что ты сам делаешь? Есть, повторяет здесь апостол Павел, суд Божий на делающих такие дела, на все то ужасное, что было перечислено им в конце предыдущей главы. И вот он говорит, в конце концов, о единстве нравственного закона для всех. Он говорит о том, что, да, люди, там, язычники, пренебрегают богатство благости, кротости и долготерпения Божьего. Как можно этого не понимать? Он в каком-то смысле обращает инвективу против язычников. И весьма вероятно для апостола важно в этот момент показать, что он сам не является язычником, что он не относится к язычеству как к феномену одобрительно. Весьма вероятно, что те, кто думали иначе, те, кто были евреями, как в Иерусалиме, ревнителями иудейского закона, кто считали, что человек должен сначала обрезаться, стать иудеем, а потом уже обращаться ко Христу, вот эти люди весьма вероятно обвиняли Павла в том, что Павел считает, что язычество – это хорошо. Поэтому он с такой горячностью объясняет, как плохо язычество. И как ты можешь, он, обращаясь к некоему вымышленному язычнику, говорит, как ты можешь пренебрегать богатству благости, по упорству, нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева. Вот все это призвано обозначить позицию Павла, обозначить, что Павел сам не является язычником, и его отношение к иудейству тоже не его отношением к язычеству обусловлено. И вот продолжая, развивая эту мысль, апостол говорит о том, что в конце концов, что человек ищет. Одни с постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, и им воздает Бог жизнь вечную, другим, которые упорствуют, не покоряются истине, Бог воздает ярость и гнев. Обратите внимание, здесь апостол пытается сформулировать, что такое для него вера. Одна из попыток, может быть, первая попытка, как сказали бы в тяжелой атлетике, первый подход к снаряду, первая попытка апостола Павла сказать, что он видит, что он называет верой, что он называет правильным, подлинным, адекватным отношением к Богу или предстоянием к Богу. Вот смотрите, может быть, вера – это значит для апостола постоянством в добром деле искать славы, чести и бессмертия. Искать Бога, искать славы от Бога, чести, или, как Павел в других местах часто выражается, похвалы от Бога, постоянством в добром деле. Вот такая верность Богу в практическом следовании его добру, его свету, его любви, его заповедям. Вот что такое для апостола вера в данный момент. И еще он говорит о том, что, в конце концов, этим, тем, пытаешь ли ты быть, искать Бога постоянством в добром деле, или как-то иначе пытаешься жить, этим и определяются твои отношения с Богом. «Твои отношения с Богом». Он говорит, вот, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудею, потом и эллину. И таким образом получается, что не то принципиально иудей это или эллин, а то принципиально для отношений с Богом. Что он делает? Доброе или злое? Если злое, скорбь и теснота. Будь ты хоть 40 раз иудей или 50 раз эллин, каждый может там себе какие угодно преимущества приписывать, неважно. Правда одна, правда Божья одна. Для Павла, таким образом, есть один критерий, это Божья любовь во Христе Иисусе. И если ты ее отвергаешь и ей не соответствуешь, скорбь и теснота, кто бы ты ни был. Понимаете? Ну, я бы сказал, что нам с вами чрезвычайно полезно, читая эти слова, так где-то на краю сознания держать в уме довольно нелепые, если не сказать лживые, слова о народе богоносца. Ну, в отличие от нас, Павел и те, к кому он обращается, в значительной степени действительно являются народом богоносцем. И вот, собственно, он разбивает эту идею в пух и прах. Он говорит, скорбь и теснота всякой души человека, делающей злое. Во-первых, происходящему из народа богоносца, а во-вторых, непроисходящему из народа богоносца. Вот, собственно, и все. Не это важно. Не то, какая у тебя там генеалогия, что у тебя в историческом плане за спиной, прочее, прочее. Что ты делаешь, как ты живешь. Вот это важно. И ты не оправдаешься ничем, кроме того, как ты живешь. И дальше он говорит, слава и честь, и мир, всякому делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. Ибо у бога нет лицеприятия. Или, как еще это можно перевести, у бога нет любимчиков. Понимаете, вот Павел говорит о том, что на самом деле правда одна. Правда одна. Есть добро и зло, которые отличаются, и критерием этого отличения является любовь Божья во Христе Иисусе и заповеди Христовы. И поэтому твои отношения с Богом определяются тем, по этим заповедям ты пытаешься жить, делаешь что-то или нет. А все остальное, говорит апостол Павел, в конечном итоге несущественно, не определяет твои отношения с Богом, твою позицию перед ним. И это, конечно, чрезвычайно важно. Продолжая этот разговор, апостол говорит о том, что, ну что, вот у одних есть закон, у других нет. Но важно снова и снова то, как живет человек, если он с одной стороны есть у него, имеет закон, а делает какое-то зло, этот закон ему не поможет, потому что этот закон будет только обличать то зло, которое ты делаешь. Если у человека нет закона, и он делает зло, ну, это зло, оно является злом объективно, безотносительно к тому, дан человеку закон или нет. И опять это путь погибели. Наоборот, говорит апостол Павел, если человек делает добро и идет по пути света Христова, по пути добра, то он придет к Богу и Бог его примет, вне зависимости от того, знает он этот закон по дороге или не знает. И поэтому Павел говорит, когда язычники, не имеющие закону, по природе законное делают, не имея закона, они сам себе закон, так и хочется спросить, понял ли он, что сказал, потому что, конечно, закручена фраза довольно лихо. Суть, повторяю, вот в этом, когда язычники, будучи язычниками, но делают правду, они идут по пути правды, это путь к Богу, и Бог их примет. И неважно, что они закона как такового не знают. Обратите внимание, между прочим, что в правовых системах человечества мы, как правило, думаем, что незнание закона не освобождает от ответственности. В каком-то смысле Павел думает примерно в этом же направлении. Он говорит, незнание закона не освобождает от ответственности за то, что делаешь зло, но незнание закона и не мешает тебе получить славу и честь и мир от Бога, если ты делаешь доброе. И дальше он пытается еще по-другому сформулировать, развить эту мысль, говорит, уже обращаясь к иудеям, не к язычникам, вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, что вот там у нас есть закон, да, и мы, у нас есть такие-таки преимущества, и опять же мы народ богоносец. Вот, ты хвалишься тем, что знаешь волю, а делаешь дрянь, а делаешь дрянь, проповедуя не красть крадешь, проповедуя не прелюбодействуй, прелюбодействуешь и так далее. и Павел говорит, что, ну, на самом деле, из-за вас имя Божье хулиться у язычников, получается, что значение имеет не то, что ты говоришь о себе, о своей вере, о том, как ты реально живешь. Если бы мы это вообще помнили, потому что это так. И потом он продолжает и говорит, ну, да, обрезание полезно, если ты исполняешь закон. Если же ты его не исполняешь, то твое обрезание стало необрезанием, в нем нет никакого смысла. И еще он сформулирует то же самое по-другому. Не тот иудей, кто таков по наружности, а тот иудей, кто внутренне таков, обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. От Бога, а не от людей. Таким образом, на протяжении всей второй главы апостол вот свидетельствует о своей уверенности в том, что по-настоящему в отношениях с Богом в жизни важно, что ты делаешь, а не формальная принадлежность к тем или иным человеческим группам и знания или незнания закона, там, претензия на исторические особые отношения с Богом или отсутствие таковых. Важно, что ты делаешь. И это важно для язычников, поэтому он говорит, когда язычники делают добро, они сами себе закон, как подзаконные, как иудеи. Когда иудеи делают зло, то обрезаны они, это не имеет значения, потому что обрезание вменяется в необрезание. Вот, и, конечно, чрезвычайно поучительно вот эта попытка апостола Павла смотреть в суть, в корень, и понимать, различить, что же внешнее, а что сущностное в человеческой жизни, в человеческой нравственности и отношениях с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...